Ну, хочу сейчас еще и себя показать, с Новым Годом саму себя поздравить, так же? Вот такое платьице у меня сегодня. И на фоне елочки. Такая прическа, не знаю, хорошая или нет. Так, ну вот, себя сняла. Добрый вечер, 31 число, 31 декабря, Новый Год. Я жду гостей. Вот такой вот у меня будет стол красивый. И убранство дома я, по-моему, немножко уже показывала. Ну, вот такая вот елочка у нас. Такие всякие Санта-Клаусы здесь красивые. Вот, в Америке тоже вот эти вот есть такие исторические игрушки. Ну, то есть, астронавтов изображающие, так же, как вот было в моем детстве точно. И у моего мужа есть такие старые игрушки. Ну, как старые. Ну, наверное, они там, может быть, и 20-летней давности, может быть, еще и больше есть. Вот домики разные, лошадки и прочее. Но надо будет елочку снять потом подробнее днем. Ну, вот такая вот елочка. Теперь у них же все красный цвет с зеленым. Но сегодня зеленую скатерть я не постелила, бог с ней. Будет Thanksgiving дня скатерть. И будут красные, безусловно. Это под тарельники кладутся. Так, украсила я дом вот так вот. Сделала вот такие вот гирлянды. Не сделала, в смысле повесила. Ничего особенного мы не делали с мужем. Вот, ну, просто так вот набросили и все. В том году мы так подробно все это украшали. Так все это красиво все это украшали. Но в этом году вот решили так это по-скромному. Ну, а по-скромному это как? Значит, вот здесь вот я поставила Санта-Клаусов. Фарфоровые такие замечательные у них эти скульптурки. Это, кстати, у меня ангелочки из России. Вот это мои знакомые давали воротынцево. Леночка, спасибо большое тебе, если ты меня будешь смотреть. Я их до сих пор храню. Это ангелочки, это свечки. Свечки, между прочим. И я как-то они так и подходят к этому Санта-Клаусу. Ну, вот такие вот носки, сапожки, чулки. Их это чисто американское. Да, но оно уже у нас пришло. Вот чисто американские эти у них колокольчики. Они очень любят колокольчики ставить. Вот, и у магазинов, в день Рождества у магазинов всегда звонят там переодетые в Санта-Клауса какие-то работники, собирают донейшн. Донейшн, донейшн пожертвования. Ну вот, вот такие украшения я повесила. Тоже с их Санта-Клаусами. Вот, вот такое вот прицепила. Все это я вот так вот красивочка сделала. Где-то вечер занималась. Да, наверное, вечера два точно. Но в том году мы просто украшали весь хаос и еще снаружи весь дом. И поэтому в том году заняло время, конечно, больше, чем в этом году. Так, вот такая вот у меня ваза. Я же ее обкрутила. Ну, то есть это наша ваза в доме. И повесила вот такую вот гирляндочку соединенной игрушки. Просто набросила и все. Так, елка. Вот здесь такую же гирлянду положила. Кучкой, вроде как, ком льда, да, или что-то в этом роде. Ну, так это вот. Не захотела к потолку, не к потолку, я имею в виду, к стенам что-то там крепить, что-то там подвешивать. Ну, не хочется. Это столько работы. Тем более дом большой. Здесь надо эти стремянки ставить. И все это высокие потолки. Ну, в общем, вот так вот обошлись. Обошлись мелким таким украшательством. Вот. У меня еще тарелка здесь лежит. Так, теперь. Значит, здесь закончила. Теперь вот здесь, вот на лестнице повесила такие лампочки с гирляндами. Такие вот декорейшины прикрепила. Они там на липучках, но липучки уже что-то уже плохо и работают. Это с прошлого года декорейшины. Я использую скотч. Вот так. Так, вот здесь вот на колоннах вот так вот тоже сделала. И вот здесь вот сделала. Опять же, здесь гирлянду повесила. Так, ну, на кухне у меня печется там все в духовке. На кухне, значит, вот такие вот экибаны сделала я. Сейчас, секундочку. Вот такой вот лысенький. Гляньте, он лысенький такой, да? Этот Санта-Клаус лысенький. Чего он такой лысенький за лысинами? Вот шапочку сняла с него, он обиделся. Сейчас, подожди, падает. Вот, потому что я его потревожила. Ну, ты подумай. Ну, ладно, я его потом поправлю. Ну, в общем, вот такое вот у меня экибанка здесь на такой тарелке. Специально. Это живой цветок. Я уже показывала, делала видео. Это живой цветок крисмосовский. Крисмос у них прошел. Они с 26 декабря начинают елки выбрасывать. Поэтому вот сегодня 31-го, я не думаю, декабря 31-го, я не думаю, что в домах у них еще стоят елки. Может, у кого-то, у кого-то, не знаю. Ну, в бизнесах стоят. В магазинах еще вроде бы как декорейшены еще не выбросили. Ангелочек светится. Здесь голубые в вазе цветы новогодние. Вот такой пимптик. Пимптик такой вот. Такая большая красивенькая игрушка. Ну, здесь я уже... Так, это тоже вот на тарелке такой вот декорейшены поставила. Домик такой. И все это такое стоит. Но он и специальный. Домик этот, он такой тяжелый домик. Он такой, ой, каменный. Елка упала, я извиняюсь. Упала елка на дом. Так, ну вот так вот придут гости через... Через 40 минут гости придут. Так, и вот такой вот гирляндуш. Вот это вот связанная гирлянда, да, удобно, да, ее класть. Она еще с крючками, папа, на концах. Их там, вот крючки. Их вот так вот нацепил и все. То есть подвесил и все. Ну, это опять вот такая вот гирляндочка на диване. Так, и здесь просто цветы новогодние и вот эта вот гирлянда, которая мигает. Ну, а поскольку она на батарейках, она настолько слабо светится. Это же не от электричества, она на батареях такая неудачная какая-то. Вон батарея даже неудачная. Здесь положила я венок под лампу. Вот такой вот большой венок. Он, кстати, электрический. Сейчас вот надо будет его мне подключить. Ладно, потом вот. Кстати, американские розетки. Слушайте, что вот я ненавидела, как только приехала розетки американские. Штепсели вот эти вот. Их очень трудно вставлять и вытаскивать. То есть, ну, с большей нагрузкой, чем у нас. Вот мне что-то наши розетки мне нравятся больше. Ну, ладно, это отдельная тема. Вот так вот лестницу я украсила на втором этаже. Ничего я не делала. Снаружи дома ничего не делала. Такая шапка Санта-Клауса здесь. Снаружи ничего не делала. И... Ну, вот, пожалуй, дом и закончился. Вот, пожалуй, дом и закончился. Так. Ой, как пахнет хорошо в доме. У меня в холодильнике все там стоит. И я сделала селедку в шубе, оливье, и крабовые палочки, и печень поджарила. Русские гости будут. Американцы это не едят. Они это не любят. Не то, что не едят, но они будут есть когда-то в гостях, да. Но наслаждение это им не... Ну, раз вот съедят, все, и больше не попросят. То есть, нашу русскую еду они не привыкли есть. Поэтому у меня муж уехал на футбол, на чемпионат смотреть. И я такая довольная, что я с русскими гостями встречу русский Новый год. Потому что они спят в Новый год. Они... Я, кстати, спрашивала, почему вы так относитесь к новому. Они говорят, ну и что, ну и что, ну и что. Ну, наступил год, и что. Ну, год наступил новый, ну и что. То есть, для них вот это вот пребывание всеношное, так называемое, в этом за столом и на утро отъезд из гостей на такси, да, в 5 утра или в 6 утра домой и спать целый день 1-го числа, это вообще не для них. Они этого делать никогда не будут. Ну, в общем, не в культуре это, вот так вот скажем. Единственное, что в даунтауне, конечно, там всем молодежь собирается, они там встречаются, они сейчас там кричат туда-сюда, там что-то, пиво пьют и так далее. Но это молодые или какие-то вечеринки у них есть. Вот. Так, вот этих еще хочу показать человечков замечательных. Значит, видите, какой прицепился на корзинку, да? А значит, это персонажи из американских мультфильмов. Вот. Их надо, конечно, знать, как они называются. Американцы их знают, но поскольку они выросли здесь, и они здесь в детстве у них было, я ни одного их не знаю. Вот скажи у меня, как кого зовут, понятия не имею. Так. Вот. Теперь, значит, здесь у меня такой вот Санды Клаус с носиком сидит. Вот. И, вероятно, в его коробке есть конфетки. Так. И такой Мишка, и такой Санта Клаус, и еще Мишка. Ну, вот как-то вот так вот задекорированный дом. Вот что хотела показать, ничего особенного. Вот здесь вот на дверях такие вот колокольчики. Вот такие вот колокольчики, вот такие вот шишечки. Ну, это такой маленький веночек повесил на входной двери. Вот. Ну, вот это вот прихожая так смотрится, да? У меня новогодняя. На улице у нас 23 градуса тепла сегодня. Сейчас, не знаю, может быть, маленько похолодало, потому что в кинокомнате ничего я здесь не делала. Ничего мы не декорировали, просто абсолютно ничего. Вот. А сегодня 23 градуса тепла было днем, сейчас, может быть, так это 20, но будет маленько похолоднее попозже. В январе будет немножко похолоднее, во Флориде, в принципе, зимой немножко, ну, может, 15, может, 17 будет градусов. Ну, так вот, ну, должно где-то месяц подержать прохладно. Но, тем не менее, все равно люди купаются. Те, кто приезжают к нам, все равно вода такая вот прохладненькая будет, как у нас в Черном море, знаете, вот в сентябре, например, или в мае в Черном море. Вот такая вот вода, поэтому ничего страшного, искупаться можно. Вот, закончила я показывать. С Новым годом всех. Спасибо большое за просмотр. И не в защите, я с меня такой съемщик, я знаю, что я дергаю камерой, но я научусь, я вам обещаю. А вам я желаю приехать во Флориду, купаться, отдыхать, а может быть, и жить в Америку. До свидания. Вот, хочу показать наш русский стол. У нас сегодня 31 декабря Новый год. Я задекорировала дом, я уже говорила. И что у нас есть на ужин? Холодец, немножко жирный сверху, но ничего, он свинина с говядиной. Колбаска, салатик свежий, сыр. Наташа, какой это сыр, Наташа? Королевский. Королевский, боже мой. Это как, как это имеется в виду? Королевский. Это из польского магазина, да? И из интернационального магазина покупаем. Так, это оливье. Сыр, тертый с чесноком, с майонезом. Бутерброды с печенью трески. Это селедочка в шубе. Крабовые палочки салат неизменные. Это сыр. И вот там грибы с чесночком. Но будет еще горячее, будут голубцы, будет мясо, свинина. Но потом еще покажу. Вот такой вот стол в Америке. Вот, коллега, что вы сказали, да? Девочки. Мы с девочками фотографируемся. Некоторые гости отказались прийти. Ну, а мы как патриоты, правда же? Сейчас будем смотреть и русский голубой огонек. Вот там вот у меня есть. Сейчас покажу. Вот голубой огонек на Ютьюбе нашла. Вот это наша выпивка скромная. Но у нас еще чего-нибудь есть такое. И виски, и водка, и все. Вот наш... Ну все, скоро мы будем садиться. И на часах сейчас... 10 часов 35 минут. 10 часов 35 минут. А мы сядем... Мы сядем сейчас с вином. Потом будет шампанское. Водка у нас как-то никто не пьет. Есть у нас виски, у нас никто это не пьет. Ликеры тоже никто не пьет. Вот, горячая я потом... У меня будет печенка. У меня будет еще голубцы там в духовке. И мясо жареное. Так, что еще у нас такое? Воду минеральную вот такая вот в Америке есть с газом. Canada Dry. Канадская... Сельтер water. Написано сельтерская вода. Вот. Шампанское советское. Это Лариса принесла, покупала в русском магазине. Ларис, ты в русском магазине брала шампанское, да? Не слышит? Мои декорейшины я показывала. Ну вот, в принципе, и все. Девочки. Девочки, как вам понравилось мои декорации все, которые я сделала? У меня фотоаппарат не работает. Наташа говорит, замри. У тебя, говорит, фотоаппарат не работает. Ну, все. Ну, еще раз давай.